Всем привет, дорогие гости-посетители моего канала! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream! Меня зовут Марина, кто со мной не знаком. И сегодня я делаю для вас очередной традиционный расклад «Карта дня». Будем смотреть, какие энергии посетят нас в пиковом их проявлении 26 июля 2020 года. Для чего нужен этот расклад? Для того, чтобы получить очень ценные подсказки от «Карта.ру». Какие энергии могут войти в нашу жизнь, для того, чтобы мы могли гармонизировать события нашего дня, течение нашей жизни. То есть именно для этого. Это не фатальная информация, которая вас настроит и скажет, завтра придёт дядя с дубиной и будет вас наказывать или ещё что-нибудь. Не в этом смысл, а в том, чтобы показать вам, какие вибрации, какие энергии будут присутствовать и как вы можете это откорректировать, допустим. Предупреждён – значит вооружён. Сегодня я буду смотреть «Энергию дня» на карте «Романтическая.ру». Так мне захотелось. А подсказочку будем брать из моей любимой колоды в подсказок от ангелов-хранителей. Будет у нас, как всегда, традиционно четыре варианта. Выбирайте свой первый, второй, третий, четвёртый. Синее, белое, зелёное, жёлтое сердечко. Я же напоминаю вам, что если вас интересует обучение второй, вам нравится моя манера подачи информации, пожалуйста, обращайтесь ко мне в личку. У меня есть авторский обучающий курс, я плотно работаю со студентами. И если вам действительно это интересно, тематика, может быть, вы вообще уже хотите сделать это занятие своей профессией, пожалуйста, обращайтесь. Буду рада вам помочь. Анонс моего видео, вернее, обучающего курса, видеоанонс моего обучающего курса находится под каждым роликом. Итак, выбирайте свой вариант, пожалуйста, доверяйте своей интуиции, долго не думайте. Первый вариант, второй, третий и четвёртый. И возьмём по подсказке из колоды второго ангела-хранителя. Так, вариант номер один, два. Они нам подскажут, на что нужно обратить своё внимание. Три, на какую сферу жизни, может быть, вы чего-то не замечаете, это очень важно. И четыре. Итак, если вам нужно время для того, чтобы определиться дополнительно, ставьте видео на паузу, а мы будем начинать. Вариант номер один, синенькое сердечко. Так, ну что, у нас выпадает аркан, который говорит о том, что что-то в вашей жизни подходит, какая-то ситуация, нечто такое, знаете, может быть, этап какой-то важный, подходит к окончанию. И от этого уже пора отходить, отказаться, снять шелуху, снять вот этот панцирь, уже отживший, так сказать, себя, для того, чтобы двигаться вперёд. Этот аркан называется смерть, но этот аркан не в прямом смысле означает это, да? Он означает, что вы проходите какую-то важную трансформацию, сейчас вам нужно от чего-то, что уже отжило в вашей жизни, отказаться. Может быть, это какие-то там тяжёлые отношения, либо воспоминания, может быть, это опостылевшая работа, может быть, это ещё какая-то ситуация в вашей жизни, которую давно пора уже в последний путь проводить, как говорится, для того, чтобы возродиться к новой жизни. Вот подумайте, о чём идёт речь. Это хороший аркан, это аркан очищения и морального, и духовного, и эмоционального. Вам нужно очиститься, возродиться и идти вперёд. Вот такой первый вариант у нас, это старший аркан. И давайте посмотрим, что сейчас важно для вас. Войдите внутрь себя. Вы обладаете глубокой интуицией. Внутри вас заложены удивительные способности, которые лишь ждут, когда вы их откроете. Найдите время, чтобы посидеть в тишине и покое, и поразмышлять о своих заветных желаниях в процессе медитации или молитвы. Прямо сейчас не нужно предпринимать никаких действий. Наберитесь терпения. Смотрите, как здорово сопоставляется энергетика аркана вашего дня с советом от ангелов. Просто чудеса. Ну, второе-то и есть чудеса. Второй вариант – белое сердечко. Ну, знаете как, вот сегодня вы можете немножко быть человеком закрытым, что-то где-то, ну, как-то обособиться от общества, может быть, даже. Можете немножко быть обидчивой, можете вспоминать какие-то вещи обидные для вас, допустим, какой-то сложный опыт вашей жизни. Но на самом-то деле это очень даже такой аркан, который говорит, что перестаньте переживать, перестаньте себя мучить, перестаньте волноваться, перестаньте винить себя, обвинять себя в чём-то. Это сложный аркан именно вашего психологического состояния. Вот если что-то вас мучает, какая-то ситуация, а тем более копание в себе, и если вы ищете в себе вину в чём-то, да, вот это очень важный момент, очень важный именно в этом аркане, то подумайте над тем, что нельзя зависать в этом состоянии, нужно выходить из этого. Поэтому быстренько-быстренько-быстренько собрались с мыслями, собрались с духом, хорошую какую-то медитацию сделали, милую музыку приятную послушали, чем-то занялись, то, что вам приятно, мило, вашему сердцу, и вы из этого состояния быстро выйдете. Но ещё, кстати, старайтесь никого тоже не обвинять, потому что человек, который находится в этом аркане, он способен ещё и кого-то обвинять в чём-то. Вот не стоит этого делать, просто более как-то легко и просто посмотрите на мир. Второй вариант. Подсказка от ангелов. Четвёрка эмоций. Есть прекрасные люди, которые хотят помочь вам. Вам предлагают благоприятные возможности, но вы их не замечаете или относитесь с опаской к тому, что вам посылают свыше. Оглянитесь вокруг. Медитация или умение заглянуть в себя – вот здоровый способ обрести ясность, пока вы будете следовать своей мечте. Замечательно. Тоже прекрасно у вас подходят, резонируют прям, совмещаются, сливаются вместе эти два аркана. Энергетики дня и совета. Теперь третий вариант у нас – зелёное сердечко. Так, ну что можно сказать? Что касается именно этой колоды, то здесь вообще очень много каких-то ситуаций может отыграться. Но я бы сказала так, что этот аркан говорит о том, что у вас много каких-то будет забот, каких-то ежедневных обязанностей, забот. Может быть, где-то и тревог, но в хорошем смысле этого слова. Много всего нужно будет сделать. День насыщенный довольно. Но не берите на себя слишком много. Подумайте о том, что, может быть, вы порой себя как волк какой-то, либо как ломовая лошадь нагружаете кучей дел, обязанностей, и всё это тащите на себе. Вы умеете делегировать обязанности. Сегодня будут очень даже хорошо показаны вам какие-то поездки, потому что очень часто по этому аркану именно в этой колоде так отыгрывается. Либо вообще завершение каких-то начинаний. Вот если какое-то дело вам нужно закончить, вы его откладываете в долгий ящик. Сегодня прекрасный для этого момент. Вот так, приблизительно так. Основные энергии, которые идут. Теперь давайте посмотрим ваш совет. Шестёрка мыслей. На горизонте счастливые времена. Буря позади. И теперь вы можете увидеть, что пункт вашего назначения уже недалеко. Стресс начнёт спадать, уступая место спокойствию и умиротворённости. Возможно, необходимо будет предпринять путешествие по воде или в другую страну. Хорошо бы в другую страну, конечно, сейчас при закрытых границах. Но тем не менее. Может быть, не в другую страну, а может быть, в другой какой-то район, область. А может быть, и в страну. Страна уже открытая, в принципе. Ну, в общем, вот такой интересный у вас получился совет. Теперь давайте смотреть четвёртый вариант. Жёлтое сердечко. Ну, это у нас старший аркан, который говорит о том, что сегодня вы великолепны во всех отношениях. Сегодня вы сильны эмоционально, энергетически, физически. Сегодня вы очень привлекательны для противоположного пола и вообще оказываете очень серьёзное влияние на людей. К вам прислушиваются, вас уважают. Сегодня можете решать любые проблемы, любые вопросы. Это будет благоприятно складываться. То есть в вашу пользу. Сегодня вы можете проявлять инициативу. Сегодня можете что-то начинать, куда-то вкладываться. Ну, вот во что-то вкладываться. В общем, сегодня все даже глобальные какие-то вещи, дела для вас будут удачны и успешны. И, конечно, в энергетике вашего дня может отыграться некая женщина. Чаще всего замужняя, либо постарше вас возраста. Ну, не обязательно. Чаще всего это женщина в отношениях, либо имеющая опыт брака, очень часто с детьми, которые имеют детей. Но в любом случае это самодостаточная женщина. Каким-то образом она отыграется в вашем дне. Возможно, хороший специалист своего дела. Может быть, обратитесь к какому-то специалисту. Также эта таркан может говорить, что вы сами по себе сегодня таковы. И очень-очень благоприятно будет заняться делами своей семьи, своей империей, своими личными делами. Вот такой четвертый вариант. И давайте посмотрим ваш совет. Тверка эмоций. Прощение является важной частью исцеления. Простите себя и тех, кто вас окружает, за любые ошибки в прошлом, с тем, чтобы каждый мог двигаться вперед. Переживание – это нормальная составляющая жизни. Попросите ваших ангелов или тех, кто вас любит, помочь вам быстро пройти через этот процесс, чтобы вы могли снова вернуться на дорогу радости. Вот такой у нас совет четвертому варианту. Я благодарю вас за то, что были со мной сегодня. Буду вам признательна за ваш лайк, за позитивный комментарий. Очень-очень люблю читать комментарии. Благодарна вам от всей души. Если вы еще не подписаны на мой канал, пожалуйста, подписывайтесь. Нажимайте на колокольчик рядом с кнопкой подписки. Если хотите получать уведомления о моих новых видео, я же всем желаю отличного настроения, прекрасного дня и только самых-самых позитивных энергий. Всех вам благ, всего самого светлого и чудесного. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok